Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного Феофилакта Болгарского на Новый Завет, часть 21. Толкование на Деяние 17.1.9. Небольшие города проходят мимо и спешат в большие, так как из последних Слово Божие должно было распространяться по ближним городам. Комментарий Игнатия Лапкина. Задача каждой епархии, каждого архиерея, находящегося в большом городе, должна состоять единственно в том, в чем состояло и дело апостолов. Слово Божие должно распространяться по ближним городам. Если бы эта апостольская миссия выполнялась сегодня, при условии, что священники и диаконы были воистину покаявшимися и возрожденными, то сектам и еретикам пришлось бы уменьшиться число. В действительности же дело обстоит так. Архиерей, в кавычках, отмеряет районный центр и входящий в район села и назначает благочинного. Благочинный своим сопастырем, тоже в кавычках, отмеряет несколько деревень. Вот идите и организовывайте приходы, этим кормитесь и собирайте для епархии деньги. И получается религия без духа, и мертвое остается мертвым. Это действительность сегодняшних дней. А нужно было бы при рукоположении произносить, давая наказ. Слово Божие должно распространяться по ближним селам через вас. Эти слова должны быть руководством для архиерея, когда он назначает благочинных. Слово Божие должно распространяться через вас. Благочинные, направляя подчиненных им священников, должны многократно повторять им. Слово Божие должно распространяться через вас. Священники на каждой исповеди должны вопрошать не только о грехах грубых, плотских, о блуде, воровстве, абортах и пьянстве, но и спрашивать, любите ли ближних, проповедуете ли им Слово Божие. Если кто не благовествует о любви Христовой, о голговской жертве Спасителя, считать это великим грехом и не допускать до причащения, и каждому прихожанину постоянно внушать. Слово Божие должно распространяться через вас. Толкование на Деяния 17, 10, 15 Исследовали Писания не как неверующие, потому что они уже уверовали, но как не знавшие пророческих преданий. Исследуя Писания и находя, что события, касавшиеся воплощения Господа, сегодня, согласуются со словами древних пророков, они через это еще более укреплялись в вере. Комментарий Игнатия Лапкина. Вот еще выражение, совершенно неприемлемое на слух современного православного. Какое-то исследование, для чего у нас и так все ясно. Есть батюшка, есть владыка, есть храм, есть богослужение. Что еще надо? Какое исследование? Да при том исследование Писания. Это все баптистские происки. Неужели Бог потерпит и не накажет, и не отвергнет тех, кто учит вопреки Слово Божие и не любит этого Слова? Исайя 1.5 Во что вас бить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. Толкование на Деяние 17.34 Поэтому Павла, как проповедника чужих богов, влекут в собрание Ариапага. Но один из тогдашних членов Ариапага, божественный Дионисий, по праву судьи, подал голос за истину и, раскланившись с неразумным торжественным собранием ариапагитов, удостоился просвещения светом истины. Комментарий Игнатия Лапкина. Россия ныне погружена во мрак. Над страной слышится воистину македонский крик «Дайте свет!» Деяние 16.9 И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам!» Через проповедь Евангелия каждый должен удостоиться просвещения светом истины. Без проповеди Евангелия народ пребывает в неведении, во мраке и не знает, куда идет. Только живое, вдохновенное слово проповеди, только Дух Святой может удостоить просвещения светом истины. Тогда, Исайя 8.22, не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Толкование на Деяние 18.1.6 Итак, Павел признал достаточным бросить там только семя. Комментарий Игнатия Лапкина Апостол Павел, пришедший с опозданием в виноградник Господень, торопился, наверстывал упущенное. Все апостолы усвоили простую истину, что новые христиане рождаются только от Слова Божия. Не от богослужения, не от таинств и не от святых мест. Главное – это высеять семя. И это семя – Слово Божие. И все сеятели от единого Бога. Доколе сеялось семя, росли общины, как у Климента Римского. 75 церквей за один год. Никаких слов, подобных нынешним – прихожанин, причастник, паломник и другие – Слово Божие не знает. И какими бы талантами человек ни обладал, все таланты содействовали семью Слово. Кому-то сказать о Христе, а далее утешить, помочь материально. Что высевают сегодня священнослужители, не знающие Библию, какое семя растет? Враг тоже сеет. И при том тогда, когда служители спят. Матфея 13.25 Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Толкование на Деяния 18.12.18 Так как иудеям казалось, что он учит отступничеству от закона, и так как многие гнушались его и не принимали его проповеди, то и здесь, и в храме Иерусалимском делает это с высокой целью. Комментарии Игнатия Лапкина. Господь Христос отождествляет проповедь апостолов со своими словами. Лука 10.16 Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Как страшно слышать и видеть сегодня православных людей, прихожан, священников и архиереев, которые не просто не проповедуют лениться, но активно бунтуют против проповеди и препятствуют распространению благовестия. Они не принимают проповедь ни в устной форме, ни в письменной, и так научают своих прихожан. 1 Фессалоникийцам 2.16 Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Толкование на деяния 18.22.23 Посещать верующих и укреплять их было всегдашним правилом Павла, чтобы, если найдет их ослабевшими, облегчить их бремя наставническим назиданием. Комментарий Игнатия Лапкина Апостол Павел не только убеждает своего друга-ученика и соратника Тимофея, но умоляет его и всех, кто будет следовать за Христом, такими словами. 1 Тимофею 4.16 Вникай в себя и в учения, занимайся симпостоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Какие простые и ясные слова, не требующие никакого толкования. Ежедневно, ежечасно проверяй свою веру, так ли веришь, как Господь заповедовал. Иначе ни о каком спасении речи быть не может. 2 Коринфянам 13.5 Наша вера, наша жизнь по вере должны ежедневно. Как перфокарта накладываться на ту веру, которая была дана Христом. На то, как веровали апостолы. И должно сходиться один к одному, как говорит Иоанн Златоуст. Если есть тысячи отверстий на перфокарте, и одно не совпадает, то это уже не даст конечного результата, который запрограммирован. Неужели трудно нам, православным, сверить свою веру с книгой «Деяния апостолов»? То, что у нас есть, то, чем мы занимаемся дома и в храме, похоже ли на то, что описывает книга «Деяния апостолов»? Вникать, испытывать, исследовать самих себя. Пастыри должны этим заниматься день и ночь. Предпринимая поездки по веренной им епархии, по благочиню, по приходам, Архиереи и священники должны непрерывно заниматься наставническим назиданием. Наставническое назидание – это не богослужение, не каноны, не акафисты и требы, чем сегодня занимаются практически 100% священнослужителей. Наставническое назидание – это научение, наставление, исправление, увещание и укоры, церковные наказания за отступление от Слова Божия. Не случайно Иоанн Златоуст говорит, что, чтобы обратить душу ко Христу, нужны тысячи талантов. А чтобы крестить человека, не нужно ни одного таланта. Достаточно быть законно рукоположенным и незапрещенным. Сегодня желающие принять крещение толпами приходят в храмы и ничего не знающие в течение нескольких минут получают звание христианина без наставнического назидания. Здесь нет ни духовного рождения, ни жизни во Христе, ни спасения. Наставническое назидание – оно не только укрепляет уже обратившихся ко Христу, не только делает их более стойкими в гонениях, но и приобщает новые души. В духовных училищах, семинариях и академиях сегодня же должен быть введен главнейший предмет, называемый проповедь и наставническое назидание. А экзамены сдавать по этим предметам на практике, на миссионерской работе среди неверующих иеретиков. И, судя по результатам, переводить в следующий класс. Толкование на деяния 18.26.28. Обличать пред людьми – значит показывать дерзновение. Обличать твердо – значит являть силу. А обличать на основании писаний – значит свидетельствовать о своем знании. Не дерзновение ничего не достигает без силы, не сила без дерзновения. Комментарий Игнатия Лапкина. Ефесянам 5.11. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. 1 Тимофею 5.20. Согрешающих обличай предо всеми, чтобы и прочие страх имели. 2 Тимофею 4.2. Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Титул 1.9. Противящихся обличать. Титул 1.13. Обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Титул 2.15. Говори, увещевай и обличай со всякою властью. Там, где нет обличения, нет животворящей струи света, там происходит гониение и превращение в затхлое болото. Есть целые общества, которые основаны на осуждении других, и этим живут целые столетия, не допуская обличительного гласа в своей среде о самих себе. Это мертвое царство сна и обряда. Толкование на деяние 19.8. Подвергал себя опасностям или стал говорить еще яснее, не затеняя своего учения. Комментарий Игнатия Лапкина. Апостол Павел обращается ко всем без исключения и говорит, 1 Коринфянам 4.16. Какое бы известие мы не получили сегодня о передвижении по стране патриарха или архиереев, всюду и везде пишут об этом совершенно одинаково. Совершил божественную литургию, заложил, осветил, были встречи с местным руководством и тому подобное. Кто может припомнить за всю историю православной церкви, чтобы священнослужители поступали иначе? А нужно бы, подражая апостолу Павлу, делать так. Патриарх, архиерей и священники стали говорить, не затеняя своего учения. Они должны входить под кровь молитвенных домов, сектантов, иноверцев, в дома и клубы безбожников, в государственных учреждениях и всюду говорить и говорить, не затеняя своего учения. Только тогда православная вера будет похожа на апостольскую. Только тогда деятельность священнослужителей будет похожа на деятельность апостола Павла. Этим должны заниматься все, носящие имя христианина. Как говорит Иоанн Златоуст, жалуясь на своих безмолвных, немых прихожан, говоря, что один ничего не успеет, если его прихожане, слушатели не понесут его слово дальше. Наша вера будет спасительной и воистину православной только тогда, когда мы будем всюду говорить о любви Христа, о его крестных страданиях и воскресении, не затеняя своего учения. В противном случае, любая вера, не похожая на апостольскую, есть лже-вера. Толкование на деяния 19.9.10 Путем называет Лука Христа, о котором и говорится, что Он есть путь. Или же путем называет истинную веру, которую проповедовал Павел. Толкование на деяния 19.23.24 И этот Дмитрий хлопотал из-за денег. Хлопотал не потому, что их нечестивая религия в опасности, но потому, что лишался средств к приобретениям, потому что он знал, что обольщал людей, делая им золотых богов и золотые кивоты, и боялся, как бы его хитрость не была изобличена истинным учением Павла. Боялся также, как бы и вовсе не исчез храм Артемиды, бывший в Эфесе. И таким образом предсказывал исчезновение храма, что и случилось. Комментарий Игнатия Лапкина Доказать истинность своей веры можно только на основании священного Писания. Любая ересь, любое безумие может быть и должно быть изобличено истинным учением. В исторической церкви пошли не этим богом установленным путем, но путем дьявола – убить и погубить несогласных. Это и инквизиция против икономыслящих, это и гонение официальной церкви против именуемых ею раскольниками и сектантами, это и ходатайство патриарха перед президентом об отмене прежних государственного закона о свободе вероисповедания и замене его драконовским законом о преследовании всех несогласных с советским православием. И наша православная неправда является сегодня предлецом всего мира, ибо она изобличена истинным учением Павла. Вникая в закон Божий и в самих себя, мы увидели бы, как далеко мы отступили от истины, как мы ни в чем не похожи на апостольских мужей. 14 посланий Вселенского Благовестника изобличают наше отступление практически во всем. Возврат к истине возможен только после искреннего, слезного раскаяния за отступление от Слова Божия. Отмечая память святых апостолов, мы особо должны просить апостола Павла, не просто тысячекратно повторяя, святый апостол Павел, моли Бога о нас, но тысячекратно со слезами вопиять, святый первоверховный апостол, умоли Господа Бога, чтобы Он дал понять нам наше вероотступничество, наше лжеверие, изобличи нас истинным учением Твоим. Конец двадцать первой части. Конец двадцать первой части. Продолжение следует...